Ну что это такое? Идите детей моих лечите. Меня лечите, Наташу, всех лечите. Вы о чем говорите? Какой перерасчет? Обращаемся также к президенту Такаеву. Пожалуйста, примите меры, потому что наш дом мерзнет. Жители печально известного района Сарани РТИ в отчаянии. С начала отопительного сезона температура в квартирах не поднималась выше 12 градусов. Руководство котельных сваливает вину на Акимат, а Акимат на руководителей котельных. Вот у меня ребенок ходит в шапки дома, в весенние-осенние курточки. Молоко, наверное, и то теплее. Температура человека и то теплее, чем наша батарея. Ну серьезно. Посмотрите, мы все болеем. У меня дома трое больных детей сейчас лежат на данный момент. Объяснять, почему жители РТИ мерзнут, пришлось главе ЖКХ города Сарани Габидену Ахметову. Позавчера приезжали ребята с Астаны, которые смотрели, как настроены котлы. Автоматика не настроена абсолютно. К слову, котельная совсем новая и построенная год назад. Такие миллиарды в эту котельну вбуханы. Но начались поломки бесконечные. Бесконечные. Как Акимат Сарани принимал от готовности, история умалчивает. От готовности она приносила, эта котельная. Ну то есть вы не проверяли? Нет. А готовности они принесли, подписали. Все лица, которые допустили данную ситуацию и довели до этой ситуации, они будут все наказаны и привлечены в дисциплинарную ответственность. Так кто же виноват больше в том, что люди замерзают? Компания Сарян Теплосервис, которая не подготовила котельную к зиме, или власти города, не уточняется. Кто понесет ответственность, неизвестно. Если бы Аким был, делал бы все возможное, он, наверное, бы слышал нас, приезжал бы, и он, наверное, бы переживал то, что мы здесь мерзнем. То есть Сарян Теплосервис не принимает никаких вообще мер. Роман говорит, что мы ему надоели. Александр не выходит на связь, они нас всех блокируют. Вы даже не... вы... это может быть они там-то с вами такие хорошие. А здесь как они... вот он стоит и говорит, а что вы мне тут говорите? Да я сейчас котельную останавливаю. Район РТИ практически заброшен. Жилые дома можно посчитать по пальцам. И даже точечные проблемы становятся глобальными для местных исполнительных органов и услугодателей. Мурат Нургалимов, Иван Стрижаков, МСУ-Сити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова